И Азербайджан, и Россия заинтересованы в установлении окончательного мира на Южном Кавказе. Для Азербайджана это судьбоносный вопрос его новейшей истории, а для России вынужденная необходимость. Война в Украине оказалась настолько затяжной, что Россия остро нуждается в стабильности на своих рубежах, и в частности на Кавказе. А поводу для беспокойства у России предостаточно. Прибытие вооруженной миссии Евросоюза в Армению как-то странно совпало с очередной вооруженной эскалацией на армян-азербайджанской границе. Напомним, спустя сутки после прибытия европейской миссии Армения прибегла к вооруженной провокации, обстреляв азербайджанские позиции на границе. Этой теме в ходе пресс-конференции в Баку Сергей Лавров уделил особое внимание, отметив, что некоторые внешние игроки используют сложившуюся ситуацию как повод для очередных политических игр. Глава российского МИД конкретизировал свои мысли, открыто заявив, что Евросоюз злоупотребляет отношениями с Арменией и Азербайджаном. Далеко не все игроки, прежде всего те, которые вдалеке расположены от Южного Кавказа, руководствуются такими же принципами и хотят здесь работать не в пользу чего-то, а против кого-то. Мы это видим, но я убежден, что это видят и непосредственно вовлеченные в процесс стороны. По мнению Лаврова, к миссии Евросоюза в Армении очень много вопросов с точки зрения функций, мандата, продолжительности и так далее. Расположенные далеко от региона игроки, по мнению главы МИД России, хотят работать не в пользу кого-то, а против кого-то. Данное заявление можно расценить и как посыл Армении, которая стремится выбиться из трехстороннего формата урегулирования отношений с Азербайджаном при посредничестве России и отдает предпочтение переговорам с участием Франции. К слову, негативно о миссии Евросоюза отзываются и сами армяне. Я плохо отношусь к миссии Евросоюза. Не думаю, что европейцы смогут чем-то помочь. Наоборот, они будут мешать. Пока есть Россия, они здесь не нужны. Их приезд не дает никаких результатов. Проблема стоит у них самих на повестке, поэтому и приезжают. Ничего не решится их вмешательством. По моим наблюдениям, у нас проблемы решают только русские. И Лавров, и Байрамов заявили о необходимости возобновления переговоров между Азербайджаном и Арменией. Глава азербайджанского МИД призвал Ереван вернуться к формату очных встреч, напомнив, что Армения отказалась от декабрьской встречи в Москве. По его словам, Азербайджан не считает онлайн-дипломатию наиболее эффективным методом ведения переговоров по мирному соглашению. Лавров снова поддержал своего коллегу, отметив, что Россия готова помочь с организацией переговоров по мирному договору, но при этом не хочет слишком настойчиво предлагать свои услуги. По его словам, азербайджанская сторона выразила готовность, но в Ереване пока окончательного согласия не дали. Еще одна точка соприкосновения интересов в Баку и Москвы. Мы подтвердили нашу готовность предоставлять возможности для продолжения таких встреч. Азербайджанская сторона к этому готова. Армянская сторона сказала, что тоже не возражает, но пока окончательного согласия не дает. Я не думаю, что мы будем слишком настойчиво предлагать свои услуги, но обеим сторонам о них хорошо известно. Стоит отметить, что визит российского министра в Баку и проведенные политические консультации были крайне ревностно встречены в Ереване. И дело даже не в том, что пресс-конференция Лаврова проходила в зале с символичным названием Шуша. В отличие от всех предыдущих визитов в регион, Лавров посетил только Азербайджан. Такой подход крайне непривычен для российской дипломатии, которая всегда старалась сохранить баланс интересов. Очевидно, что исторические союзнические отношения Москвы и Еревана дали серьезную трещину, которая с каждым днем разрастается в разлом. В последнем месяце стало понятно, что Россия откровенно провалила всю политику и в Армении, и в Азербайджане. И в данном случае Лавров пытается спасти самого себя. Армения, воспользовавшись конфликтом в Украине и слабостью России, пытается выйти из-под тотального контроля Российской Федерации. Не секрет, что силовой блок в России давно был против Пашиняна. И только Министерство иностранных дел его защищало. А теперь они тоже против премьеры. Примечательно, что на фоне насыщенной пресс-конференции Лаврова и Барамова громкие политические заявления прозвучали и из Еревана. Спикер армянского парламента Ален Симонян собрал армянских журналистов и поделился с ними деталями мирного процесса между Ереваном и Баку. В частности, Симонян заявил о консенсусе между Азербайджаном и Арменией по определенным пунктам мирного договора. Продолжая свою маленькую пресс-конференцию, Симонян в очередной раз озвучил причины недовольства Еревана действиями России. Одновременно считаю немного излишними, имевшие место лихорадочные нервные реакции из Москвы, когда какая-то страна пытается сделать что-то положительное. Я их считаю более эмоциональными, чем политическими. Надо быть несколько более спокойным, сдержанным. Надо понимать ситуацию, надо понимать, что у Армении есть свои интересы, свои вопросы безопасности, которые надо обеспечить, вопреки какой-либо геополитической ситуации или желания, или ревности кого-либо. Двухдневный визит Лаврова в Баку продемонстрировал заинтересованность России как крупнейшего регионального игрока в возобновлении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. В этом интересы Баку и Москвы полностью совпадают. Осталось лишь вернуть за стол переговоров армянскую сторону. Но и за этим дело не станет. Продолжение следует...